Добрый день, друзья! Вы знаете, масленичную неделю мы решили завершить не только вкусно, но и полезно. И поэтому сегодня в профессиональном политехническом лицее с его воспитанницами учащимися решили приготовить блины и дать вам несколько советов. Ну что ж, наш мастер-класс начинается. Девчонки, ну я вижу, вы уже замесили тесто. Расскажите, что сюда входит? Сюда входит мука и яйца сырые. Также входит молоко, соль и немножко сахара. Для начала мы просеиваем муку, добавляем яйца и молоко, перемешиваем и доводим от вкуса солью. Можем чуть-чуть сахар, чтобы блинчики были немножко слаще. Скажите, ну вот использование, например, блендера, оно как-то меняет консистенцию? Смотрите, они были у вас лучшие. Вот чем взбивали вы, например, тесто? Ну мы можем, ну, венчиком обычно взбивать. Это тоже, ну, комочков не будет. Но чтобы точно не было комочков, можно взбить и блендером. Ага, хорошо. Вот иногда блины получаются такие вот ажурные, нужные мы их называем. Расскажите, в чем секрет таких блинов? Знаете ли вы? Ну, можно, ну, знаю, чуть-чуть солодые добавить, чуть-чуть, капельку. И тогда они будут более такие воздушные и такие побольше. Чтобы блины были более ажурными, можно добавить минеральный блендер. Ага, хорошо. Мы готовим классические блины. Скажите, а вот когда вы учились в лицее, вы знали лицей? Вот. Да. То есть кто-то знал, кто-то не знал. Хорошо, ну, давайте, наверное, поближе. Первый блин с моим участием, надеюсь, он будет никому. Давайте мы попросим вас. Я могу тоже поучаствовать? Да. И даже могу сама попробовать сделать свой пензерок. Мы смазываем сковороду маслом. Я это все тоже делаю, да? Да. Сейчас так будет немножко выглядеть, как будто я не умею печь блины. На самом деле я это вчера делала. Тренировалась. Естественно, видео покажет. Так, раскаляем? Да. Хорошо. Просто на такой технике мне еще не приходилось работать. Поможете? Сколько брать теста для такого блинчика, чтобы меньше? Угу. И вообще поверхность. Нормально? Да. Эти дырочки должны быть? Да, они будут красивые. Хорошо. Так, ну, давай тогда показывай тоже мастер-класс. Ой, первый блин. И, кстати, я еще без обеда. То есть на такой плите он... Да, он быстро. Это не надо касаться. А вот перевернулся. Почему? Ну, он сейчас переворачивается. Все, нет. Так, я передаю. Вот видите, у меня сразу не получилось его. Передернуть. Ну, первый блин, я вообще сразу не получаю. Первый блинковым. Так, первый блинковым. Если честно, мне сейчас бальзам на душу немножко. Потому что это должна была делать я, это должен был быть мой блин. Очевидно. Ну, я пишу, что до этого вы уже нагадывали и так много. Это вы давали нам. Нет. Так, ну что, первым блинкомом. Ну, слушайте, не мы это придумали и не нам за это оправдываться. Поэтому вы ничего не видели. Ну, у нас есть как бы второй блин. Так, ну что, процесс вроде пошел. Готов? Да. Ну, давайте. Давайте снимать, смотреть. Действительно, со вторым блинчиком все попроще. Вот он у нас такой румяненький, тоненький. Хорошо. В целом мы справились. Я думаю, что некоторые секретики вы для себя узнали. Ну, и пока мы с вами прощаемся и будем поедать все это. Шутка. До новых встреч. Так, ну что, девчонки, к нашему приходу вы постарались. Я вижу, что здесь у нас 4 такие аппетитные тарелочки. Расскажите, пожалуйста, с чем эти блины? Ну, здесь у нас подача идет с шоколадным джемом. Здесь у нас идет с икрой. Ну, это самое вкусное, наверное, или на любителя? Ну, это как кому. Вот. Здесь у нас идет обычные блинчики. Ну, также их можно и со сметаной есть, а здесь в нашем случае политые варенили. Вот. А это с фруктами внутри. Вот. То есть свежие фрукты можно использовать для начинки и, в принципе, для блинцев, это неплохой вариант. Хорошо. Спасибо. Спасибо.